меня зовут алексей я из вологды очень интересно может ничего не говорить о чем поговорить хочешь лёша вологды да я непонятно с кем не разговариваю понятная человек у тебя показ даже откуда и у меня показать украины все но все шотина да еще знать и даже с канадой значит я поддерживаю украину какие еще вопросы у тебя лишь лёша волокна о чем ты хотел поговорить и зачем зашел я хотел спросить зачем я общаться с россиянами о войне в украине которые не развязали вероломные вы развязали украина развязала вообще обычно развязывают обычно развязывать что-то нападает вот понимаешь прикинь что с тобой вроде взрослым уже доведешься какая-то не знаю 12 уникально развязывает тот еще раз повторяю тебе ты видимо из-за того что повторяешь повторяешь ббб как обычно какая-то развязывает он нападает а на полу россия она пола россия кто развязал второе мировое кто развязал второй мировой у меня к тебе вопрос то развязал вторую мировую вот у меня вопрос тебя германия как ты это понял как ты это понял как ты это понял потому что германия что потому что германия что под тихо 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 то не таратор потому что германия что напала первое все логично как мы поняли что россия развязала войну с украиной потому что россия Что? Напала первая. Логика та же самая. Почитай Википедию. Чё-то завис. Вот. Так вот завис, да, чё-то в интернет завис. Может, у меня, но у тебя, я не знаю. Вот, да, ужас. У меня гигабитка. Кто разрезал первую войну? Когда началась война в Украине? Можешь мне сказать? Официально 1 марта 2014 года. А, ну да кто там разрезал войну? Россия. Как? Каким образом? Вела войска. Дала. Совет Федерации Федерального Собрания дал добро на ввод войск, и Россия вела войска. Да куда? Где? В 22-м году. Чё ты заикаешься? В 22-м году. Я тебе про 14-й говорю. Ты это знаешь, когда? Я тебе про 14-й говорю. Дату, да дату мне назови, где? Ещё раз повторяю тебе ту... 1-го марта, официально, 14-го года, началось официальное вторжение России в Украину. Вот, где? Вот, на территорию войск. Крым. Видела, покажи мне. Крым. Какой Крым? Украинский. 1-го года по договору. Договор 98-го года подписан. Войска российской... Договор 98-м году подписан. 2-го года. Договор подписан не в 91-м году. Договор подписан в 98-м году. В Крыму, в Крыму войны не было. Ни один человек не по... А для того, чтобы... А для того, чтобы была война, нужно, чтобы человек по... Нападение, как через два месяца, в марте, апреле, на Донбасс и на Луганск пошли ваши нацбаты. На... Успокойся, мы с тобой сейчас говорим, Браво, Крым. Иман... Успокойся. Окей. Добрый вечер. Привет. Цивилизованно поговорить сможем? Язык, губы, гортань. Цивилизация не в этих органах. Ну, в этих органах вообще. Цивилизация в мозгу. Глубокая мысль. Окей, ладно. Это просто констатация факта. Я из России, город Краснодар. Город Герехарьков, Украина. Если у тебя есть ко мне вопросы, я готов на них ответить. Политика, история войны. Зачем Россия напала на Украину? Берем эту тему и от не отталкиваемся. Хорошо. Россия сразу сказала, зачем. Не сказала. Для того, чтобы демилитаризация. Это цели, а причина какая? Это раз. Во-вторых, напала она еще в четырнадцатом году. Драгоценным. И ты спросил, зачем. Я задал причину. Не, почему это причина? Ну, цели ты мне назвучил, которые официально были озвучены еще в двадцатом году. А нападение было? Почему это цели? А нападение было? А нападение было еще в четырнадцатом. Поэтому снова вопрос, зачем Россия напала на Украину? Нападение было еще в... Хорошо, ответ на этот вопрос ультра-национализм. Что ультра-национализм? Ты знаешь, что такое ультра-национализм? Я не понимаю, каковы причины вторжения? Ультра-национализм. Слушай, он нам не угрожал, а вам каким образом он угрожал? Так он нам угрожал. Каким образом? Он угрожал, каким на территории Украины. Чем? Ты знаешь вообще, что такое ультра-национализм? Кому и чем он угрожает? Чем он угрожал русским в Украине? Смерть в очередь. В какой сетью? Любой. Назови мне... А ультра-национализм, это какие-то правящие партии были или что? Нет, ультра-национализм это идеология, а не правящая партия. Соберись. Ультра-национализм это идеология, а не политическое объединение. Отлично. Как он проявлялся? Где, кто, что они делали? Скажу, ты говоришь по-украински? Где, что они делали? Я говорю, ты говоришь по-украински? Что они делали? Они призывали убивать людей по-национальному признаку. Покажи мне признак. Покажи мне эти примеры. Когда у нас призывали людей по-национальному признаку. Это раз. Во-вторых... Во-вторых... Причем здесь... Это центризм. Причем здесь национализм. Что это? Это этноцентризм. Это раз. А во-вторых... Подожди, ой, тормози. Это раз. Я пытаюсь тебе сказать. Я пытаюсь тебе сказать. Это раз. Это этноцентризм. это раз во вторых когда ты говоришь по национальному признаку в украине это показывает твое полное незнание по национальному признаку это означает граждан россии в украине потому что по национальному признаку националь нас нация и на цен нация это продукт искусственным определяющие гражданство это получается когда мы говорим когда мы говорим маску это старое название такого этноса как русские это этноцентризм призывать людей по национальному признаку это еще раз русского что такое нация нация это я-то знаешь такая нация ты не скажешь такая нация дайте давал уже нет политические конструкции определяющие гражданство нет национальностью перепутал проверяй нация совокупность граждан одного государства политическая или гражданская нация этническая общность этническая нация этно-нация культурная нация ну и чё ты не шкиваешь ты мне давал ну а я что сказал прочитай еще раз это совокупность граждан одного государства один вариант и второй вариант этническая общность русские например птическая общность которая этническая общность которая нация это нация культурная что которая которая что что которая как проявляется у нас в украине эти диски русские давай по-другому как проявляются у вас в украине этические русские до виде 18 процентов населения по данным переписи 2000 и как они себя проявляют поведение диски русские днр и лнр они себя проявили как не за еще раз как они себя проявляют я тебе только что ответил таким образом они себя проявили таким вот они отделились от украины напомни пожалуйста напомни мне пожалуйста когда вторжение россии в украина прошло в крым 2014 какого месяца по моему начало марта ну пусть будет начало марта когда референдум был через месяц по моему после вторжения быстро ну пусть так будет окей тем не менее все равно позже нам намного позже конечно же но тем не менее еще раз причина вторжения россии в украину нет ты мне пытался заслаться на какой-то ультра национализм либо на это центризм хотя ты сам совершенно не разбирайся не в том что такое нация не что такое этнос но твой аргумент был что и дни тиски и русские у себя нас типа проявили каким-то непонятным незаконным референдума территории украины которая нарушает полностью конституцию но вторсийское вторжение в украину произошло гораздо раньше и даже не в первых числах а по факту оно произошло феврале месяце официально российский совет федерального нас федеральном собрании разрешил вторжение россии в украину ровно 1 марта указом номер 48 с.ф. первого мата 14 года а референдум прошел гораздо позже поэтому снова вопрос твой тезис уже и снова вопрос каковы причины вторжения россии в украину у тебя видать что-то со слухом плохо окей я тебе объясню чуть попроще в конце 2013 года в интернете какого какого который 2013 после начала майдана майдан начался в ноябре 2013 а в конце 2013 года в декабре по моему так в интернете появилось видео так с площади некоего города забитый народом и по старте это видео было определено как снятое в тернополе по данным так google так покажешь видео по народу что покажешь видео набери в яндексе москва макия кубук покажи мне это видео какого числа она звука покажи мне видео на давай я жду еще раз наберите пока же у меня нет яндекса покажение видео покажу хорошо ты услышишь что эти люди говорили фончик покажи мне видео покажи стандарт от 13 год набери яндекс не google удалил это видео очень давно его потом перевозили в яндексе и выложили как мы тогда поймем из его перри выложили яндексе что это видео от тринадцатого года что себя как вы себе не соответствуешь смотри если ты мне говоришь что это видео погоди я договорю я скажу ты потом скажешь ну не перебивай ты мне сказал что это видео тринадцатого года ты мне как слова что доведет раз и перебивай меня не заставляй мне звук хорошо выключить тебе звук не вопросы скажу ты мне сказал что видео тринадцатого года после этого ты мне говоришь и все один привет меня дарим зовут обращаться а ко мне правильно обращаются во имя олег что-то андрюша поговорим мне андреем зовут я слышал андрюша о чем поговорим о чем вы хотите поговорить политика история война российский давайте говорим давайте какой корень и итальянский то какой в принципе в это итальянское понятие или вы не знали ну я какой корень вы меня не расслышали нет вы сказали происхождение спросил корень какой фашина фашина вопрос вопрос позиции снят о чем хотите поговорить какие у вас вопросы есть нет стойте вы считаете что я неправильно сказал нет а что вы сказали то что фашина 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 да ну вот вот сейчас лицо делаете нету у вас же есть монитор еще один вы посмотрите и утвердите пожалуйста сейчас ввиду давайте прокашлятесь пожалуйста и посмотрите вел читать имеешь такое фашина наберите фашина пожалуйста кого фашина фашина латиницы или кириллицей израильцы фашина вот это и есть фашин связка дров да связка дров это немецкое слово А фашизм это фашизм, это итальянское слово Итальянское слово, да Ну вы ржите дальше Вы понимаете, вот я сижу в гараже А вы сидите здесь Такой весь модный И б***й То есть фашизм пошел от немецкого слова? Нет, от итальянского Так фашизм это немецкое? Нет Фашизм Фашизм немецкое Либо б***йское Но никак не итальянское Итальянское Итальянское, фашизм итальянское Я понял У вас вопросы какие есть, мужчина? Ой, давайте задам один вопрос А как по-украински кот? Кит А как по-украински Теперь мой вопрос Как по-украински собака? Или пес? Я не украинец, я не знаю Ну так по-украински, пес Ну по-вашему, как вы думаете? Я Не знаю Давайте подумаем Нет, вы мне на вопрос мой не ответили Рыба, кит как по-украински? Рыба, кит А кот? Кит А Прикольно Цистерна пишется через Е или через Э? Ну это зависит От наполнения Цистерна пишется через Е или через Э? От наполнения Ну если полное Через Е Понял Супер Ладно Безплатно пишется Отдельно или слипно? А может я спрошу Мой вопрос Вы два вопроса задали Теперь моя очередь Два вопроса В смысле? Ну вы задали бы два вопроса Про кота И про И про Рыбу А тем про млекопитающее Киты это же млекопитающее Бесплатно Питает Киты млекопитающие? Да Бесплатно Это как? Бесплатно Бесплатно. Раздельно или слытно? Не сходите с темы. Ну, китс-овец, по-моему, если не ошибаюсь. Но не рыба. Раздельно. Бесплатно. Да. Понял. А Сыктывкар, скажите, пожалуйста. Сыктывкар? Да. Сказал. Раздельно пишется или слитно? Название. Оно слитно пишется. А УС у вас есть? Спасибо за контент. Отличный шуток. Академия. 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 Продолжение следует...